В лекциях наград разыгрывается по художественной гимнастике на Универсиаде и пять золотых медалей в копилке нашей сборной. Великолепный результат, так держат девочки. Ну что, продолжаем просмотр? Да, мы сейчас будем с вами свидетелями состязаний в упражнениях с булавами и лентой у гимнасток, которые выступают по индивидуальной программе, а также комбинированный вид в групповом упражнении с обручами и булавами выполнят лучших восемь команд. Но это, кстати, и есть те восемь команд участниц, которые принимают участие в соревнованиях Универсиады. Великолепная публика, эмоциональная, как и положено, в Италии. И аншлаг, аншлаг на протяжении всего турнира. Любят, понимают, поддерживают художественную гимнастику в Италии. Ну и тем более, что в этом турнире участвует великолепная гимнастка, представляющая Италию, Олеся Руссо. Может быть, у нее не все получилось, как хотелось бы публике, но она доставила большое удовольствие и нам в том числе. Да, Марина? Да, выступала достойно сегодня. Хочется надеяться, что на чемпионате мира, который совсем скоро, меньше чем через неделю, состоится в Москве, на нем будут выступать юниорки, также будет аншлаг. Я думаю, что юниорский спорт, юниорская художественная гимнастика достойна такого внимания. Чемпионат Европы, который совсем недавно проходил в Баку, это доказал. Там участвовали групповички-юниорки и получили истинное удовольствие от того, с каким настроением они выступали и на каком высоком уровне. Ну, я думаю, что борьба на первом юниорском чемпионате мира будет гораздо серьезнее, ведь приедут еще гимнастки не только из европейских стран, но и из Азии будут гимнастки, из Америки будут гимнастки. И потом все состоится впервые. Впервые чемпионат мира, впервые открытие такого международного форума в новом красивом дворце художественной гимнастики Ирины Александровны Вина Русмановой. Все ждет и сияет красотой и чистотой, и вот таким вот, знаете, новаторством ждет наших гостей. Вы не только сможете посмотреть там соревнования, но и воспользоваться первым в мире интерактивным музеем художественной гимнастики. И каждый, кто только приобщается к этому виду спорта, трое для себя массу интересных деталей из его истории. Итак, дорогие друзья, вашему вниманию стартовый протокол финала упражнений с булавами открывает соревнование гимнастка из Испании. Наша Екатерина Селезнева предпоследняя выступает. А это возможность камеры подглядела калуары турнира. Даже невозможно описать, какая обстановка вы как... Какая обстановка дружеская обстановка с одной стороны, с другой стороны. Все, конечно, пропитано духом такого соперничества. Но и вместе с тем искреннего уважения к соперникам, к тренерам, ко всем людям, которые стараются сделать этот вид спорта настоящим спортивным праздником. Сара Лана Гарси и ее тренер Рут Фернандес. Правда, какая разная настройка бывает перед выходом у каждого своя. Традиционный веер испанский пошел в ход. Спейн. Сара Лана Гарсиа. Мы видели эту гимнастку в упражнении с обручем. Достаточно высокую оценку она получила. 18,9 балла. Спасла. Да, спасла. Молодец. Но судьи, к сожалению, должны будут применить сбавку за то, что траектория полета была нарушена, и гимнастка сделала большой шаг по направлению к Булаве. Субтитры делал DimaTorzok Да, форма поворота была очень хорошая. Гимнастка в этой позиции коснулась головой бедра, все было красиво, но в конце выполнила широкий шаг. Этот шаг стоит три десятых от ее оценки техники исполнения. На универсиаде выступают студентки, так вот Сара Лана учится в очень неправильном. Профильном художественной гимнастике в университете, а именно университет аэрокосмической съемки. Аэрокосмической техники, точнее. Уж не знаю, какая профессия ждет ее впереди. Но учитывая, что с ней работает тренер, которая в свое время тренировала Каролину Родригес, долгожитель художественной гимнастики, участница нескольких олимпиад, талантливой гимнастки, думаю, что и в художественной гимнастике у нее есть будущее. К сожалению, травма преследует эту гимнастку. Был в нее перелом руки, перелом. Плюс в милой косточке очень популярная травма, к сожалению, в художественной гимнастике. 17,7 получает Лана Гарсия. И сейчас свое упражнение покажет Ева Милищук из Украины. Хорошо выполнила первое вращение фуэте. Дорогостоящий элемент. Сразу в ее копилку пошло больше балла. Субтитры создавал DimaTorzok Максимально сколько может физически выполнить во время риска вращения гимнастка, который в одной плоскости выполняется? Ну, это зависит от скоростных качеств самой гимнастки, от высоты броска. Но я видела и по 5, и по 6 вращений выполняют гимнастки во время полета. Наша юниорка Лала Крамаренко как раз отличается этой скоростью и точностью. Она делает уникальные вещи в упражнениях с булавами. Количество оборотов влияет на оценку? Да, влияет. Чем больше оборотов гимнастка сделала под летящим предметом, тем дороже стоит ее элемент, выполненный с динамическим вращением во время полета. Так называемым риском. Микенто, как называется, это мелодия, которая сопровождает композицию Елы Мерещук. Мы в наших предыдущих комментариях отдали должное. Экипировки гимнастки. Очень красивый купальник у нее, такой солнечный, радостный, соответствующий мелодии. Светлана Явенко тренирует гимнастку. Есть повод радоваться. Бронзовую медаль получила Ява Мерещук за упражнение с обручем. И 21.0.50, тоже высокая оценка. Вот как раз она получилась достаточно высокой, потому что гимнастка выполняла сложнейшие элементы с предметом, которые стоили дорого. Так называемые риски по 6, по 7, по 8 десятых стоимостью. Рорико Шибаяма. Япония. Одиннадцатое место в Магобурье. Морририко пробилось в два финала, где может показать свое владение булавами и лентами. 19 лет этой гимнастке. Поступала на чемпионате Азии этого года. Бронза в команде, бронза булавы и серебро лента. Сейчас одна ошибка со смещением. Ну, зато качественно выполнены элементы тела. Прекрасный поворот сделала, без всякого смещения. Широкие, хорошие, воздушные кружки. До конца владеет внешним видом улыбка. Хотя, конечно, она переживает за допущенную ошибку. Но актриса. Очень милая, обаятельная девушка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, что сейчас, наверное, мы узнаем оценку. 16,8 для Рорико Шибаямы. Третий результат. И увидим, что он нам преподнесет Лаура Зенг. Субтитры создавал DimaTorzok Я уже говорила о том, что Лаура Зенг в течение полугода вынуждена была не выступать из-за дисквалификации. И в это время ее заменяла Элита Грискенос достаточно удачно. Совершенно разные гимнастки представляют США и по стилю, и даже физически, по строению тела, по манере. Это такая атлетичная, наступательная манера Лауры Зенг. Ну, я бы здесь немножко с вами не согласилась. Я не могу сказать, что Элита заменяла Лауру. Элита очень выросла, и она составляет Лауре конкуренцию. Вместе с тем она выступает с ней в одной команде, а в многих соревнованиях. И это гимнастки, которые воспитаны одним тренером. Но надо же учитывать и то, что все-таки Лаура Зенг несла до сих пор на себе бремя первого номера сборной. И Элита Грискенос удачно ее, еще раз, не понравившееся вам слово, заменила на время отсутствия. Нет, не заменила. Элита Грискенос сделала свой большой шаг вперед, а Лаура делает свой шаг вперед в своей карьере. Согласна. И они, соперничая, обе растут. Вот такой взгляд на вещи. Какая необыкновенная стойка, финальная точка в этом упражнении. Она не травмоопасна? Я думаю, что нет, не травмоопасна. И очень оригинальная, и вызывает только позитивные эмоции со стороны зрителей и судей, потому что мы сразу видим, что это что-то новенькое, какая-то изюминка в упражнении, что-то оригинальное, необычное. Ну, такие вещи двигают гимнастику вперед, правда же? Мы ради них смотрим соревнования, мы все время ищем какую-то новинку. Итак, Наталья Климук, Лаура Зенг. 19,4. Второй результат в этом финале. Чим Бун Ким. Корея. Чим Бун Ким. Чим Бун Ким. Высокое качество исполнения элементов у этой гимнастки, хорошие композиции. Очень жаль, что допустила такие незначительные, с одной стороны, ошибки, с другой стороны, эти же самые ошибки не позволят ей быть в лидерах сейчас. Но в целом, можно сказать, что она очень прибавила, красивые композиции показывает, на высокой скорости работает. Вот тоже необыкновенная концовочка. Да, потери дорогие, дорогое удовольствие. А их было две. К сожалению. АПЛОДИСМЕНТЫ Напомню еще раз, что гимнастикой Чим Бун Ким начала заниматься достаточно поздно по нынешним меркам. Десять лет. Это для тех, кто сейчас выбирает путь для своих детей. Так что даже десять лет для достижения в большом спорте оказывается не поздно. А не только как мы привыкли в пять, в четыре и даже в три года. Ой, вы все так правильно сказали. Это все настолько индивидуально. И нужно просто очень любить дело, которым ты занимаешься. Верить, что у тебя все получится. И проходить сквозь все эти преграды, которые зачастую люди сами себе выставляют в виде возрастных ограничений или каких-то других мнимых таких преград. 17.55 для кореянки. Сейчас выступит представительница Грузии. Саламе Пажава. Саламе Пажава. Саламе Пажава. Интересная ловля. Интересно, что Саламе всегда создает из своих композиций такие мини-спектакли, которые очень интересно смотреть. Каждый раз, когда начинается сезон, все всегда бегут смотреть, что же такого новенького приготовила Саламе Пажава. И казалось, ничего нет лучше ее лесгинки, которую она выполняла с булавами. Она так поступает отважно, смело, каждый сезон пробует себя в разных таких композиционных решениях. вызывает огромное уважение этим. Не только лесгинка и танец с кинжалами, хандж-лаури и еще какие-то интересные фрагменты национальных танцев. Это обычно самые яркие ее композиции на национальную тему. Ну вот, Фредди Меркури, группа «Квин». Возможно, такая нестабильность от маленького количества стартов у этой гимнастки. Возможно, это какие-то финансовые трудности с выездом. Я думаю, что просто Саламе ответственно готовится к самым важным стартам года и очень качественно распределяет свою подготовку к важному старту этот чемпионат мира, который состоится в сентябре. 18,2 для грузинской гимнастки. Это третий результат, и сейчас выходит Екатерина Селезнева. несколько раз меняли музыку на этом упражнении, но об этом позже. Тоже интересные вращательные движения. Совсем нестандартные, не просто кувырки, не просто шине, а с такой характерной составляющей для этого упражнения. Прекрасно выкрутила поворот, завершила на высоком полупальце. Все очень чисто, аккуратно. Это очень интересный элемент, который выполняет Катя. Красиво закончила. Даниэль Памбертон, «Take you down», так называется эта композиция. Перед выездом на универсиаду Катя обещала выполнить все, что задумано ею, тренером по максимуму. И пока ей это удается. Напомню, что Катя является чемпионкой универсиады в абсолютном первенстве. Она также завоевала две золотые медали в упражнении с обручем и мечом. Ольга Назарова, тренер и мама. Екатерина Селезневой, у нее оценка 20 баллов ровно. Это второй результат сразу после Евы Милищук из Украины. И завершает финал Зохра Гамирова из Азербайджана. Невысокий у нее результат. Прокажение с мечом. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 упражнения почти 12 баллов она получила 11 9 десятых балла и выполнила упражнение без потерь это позволило и получить такую оценку таким образом на первом месте в этом финале ева милищук на второй позиции за храга мирова и третье место с оценкой 20 баллов ровно у екатерины селезнёвой следующий финал упражнение с лентой рурико шабаяма открывает его очаровать мое упражнение вы видели как она ярко передает характер русского народного танца в многоборье все были восхищены просто зажигательно я бы сказала с душой она исполнила это упражнение настоящей русской душой да да безусловно отлично выкрутил поворот и молочина и МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ой, как я рада за нашу калинку и за эту японскую девочку, которая прекрасно станцевала упражнения с лентой. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодчина. Ещё и поклонилась по-русски. Какая лапочка. Хорошая финишная прямая, хорошее её начало от Рорико Шибаяма из Японии. Борьба, конечно, борьбой. Это спорт высоких, высших достижений. Но всё-таки на турнирах художественной гимнастики это и праздник. Это возможность выразить себя. Каждая гимнастка, отчасти актриса. Ну, она и технически всё выполнила очень грамотно. Посмотрите, какие хорошие повороты. Коснулась бедром головы. Выкрутила чётко два вращения. Руки какие натянутые. Ой, молодчина. Я очень рада за неё. Тренерское сердце Марины Николаевой тронуто было. Тронуто. А судейское? Судейское тоже. Сейчас посмотрим, совпадёт ли ваше мнение с мнением судей, которые на универсиаде оценивают выступление. Вновь Мария Гигова, которая возглавляет высшие жюри. Абсолютная, трёхкратная абсолютная чемпионка мира. В прошлом замечательная болгарская гимнастка. Хотя бывших гимнасток не бывает, да, Марина? Да, бывших гимнасток не бывает. Поэтому часто убеждаешься на соревнованиях. Сколько стройных молодых женщин, девушек, всех, кто когда-то был причастен к художественной гимнастике. Там бывает 17 целых и... 55 сотых балла. 17,55. Ксения Мустафаева. Зал недоволен этой оценкой. Франча Ксения Мустафаева. Лишь в одном финале участвует эта замечательная гимнастка, которая родом из Белоруссии, но уже давно живёт, тренируется, выступает за Францию. Тренирует её мама Светлана Мустафаева. Также в прошлом гимнастка Белоруссии. Ксения Мустафаева. Ксения тоже студентка. Она студентка-филолог. Она занимается журналистикой, в частности, радиожурналистикой. Ну и плюс она полиглот. Французский, испанский, английский. Она владеет этими языками. Ксения Мустафаева. Ксения Мустафаева. Ксения Мустафаев. Мы сейчас не будем, да? Ксения Мустафаева О том, как Светлана Мустафаева ответила на вопрос О том, хочет ли она, чтобы ее дочь и подопечная была, как Дельфин Лиду Которая являлась чемпионкой Франции в течение многих лет На что Светлана ответила Почему как Дельфин Лиду, как Светлана Мустафаева? Ну и правда, в сборной Светлана Ксения с 2012 года А с 2013 года неизменно является чемпионкой Франции Вы видели ее оценку Сейчас вновь выступает Ева Мелищук из Украины Она завоевала бронзовую медаль В упражнении с обручем Я уже говорила об этом Но также в ее копилке и золото За упражнения с булавами Светлана Мустафаева КОНЕЦ Опасный ритм у Зорбо-данса Который в обиходе у нас известен как сэр таки В исполнении Дэвида Гарта Его волшебные скрипки Потому что темп увеличивается Как вы считаете, справляется гимнастка Ну, должна справляться И какие-то моменты ей удались очень хорошо Вообще хочется сказать, что танцевальные, народные мелодии Очень часто гимнастки берут под, именно под ленту Потому что именно лента способна выразить Вот этот темп И объем покрыть И танцевальные движения Лучше всего просматриваются Когда одна из рук свободная И можно показать различные Такие артистические моменты В работе свободной рукой Замечательная туника на Еве С национальным узором греческим Несколько 18 сил Горячо встречают Зал по вызову Олеся Руссо С национальным узором греческим С национальным узором греческим С национальным узором греческим С национальным узором греческим Очень большая насыщенность в упражнении Олеси Русса. Ни одного нет элемента, который был бы выполнен без мастерства предметом. Если она бросает, то в прыжке из-под ноги, если ловит, то обязательно в наклонах, в вращательных движениях. Все это, конечно, усложняет ее композицию и дает шанс на получение высокой оценки по трудности упражнения. И шанс получить медали? Ну, вы знаете, про шансы получения медалей, я думаю, не стоит сейчас говорить. Это решат все судьи и будет видно, когда все гимнастки выполнят свое финальное упражнение. Но для себя она сделала очень прилично эту композицию, без грубых ошибок, без потерь. И самое главное, справилась и со сложностью, и со своими эмоциями. Молодчина. На 10,1 сложность этого упражнения высоко оценили ленту судей в многоборье на 17,45 балла. 18,7 такова оценка за упражнения с лентой. У нее одинаковая сумма баллов вместе с Евой Милищук. Конечно, здесь решит все так называемые tie break rules, когда гимнастка будет определена по наивысшей оценке за исполнение. Но в целом, да, шанс появился на высокую оценку и на медаль. Рыдает Олеся, рыдает ее тренер, Джером и Джероми. И вновь Солом и Пожава. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Выхватывает ленту из последних сил, но пока удается все. Лента не должна лежать на ковре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова И чем? Нет, должна все время двигаться, находиться в рисунке или в полете. То, сколько ленты лежит на ковре, зависит тоже от суммы сбавки. Если это метр, то это одна сбавка, если больше, то это еще большая сбавка. Столь любимые красивые концовки. Национальные ритмы, великолепный костюм для этого грузинского танца. Причем мы говорили об этом, что берется мужская партия, наиболее эффектная. И Саламет прекрасно справляется с хореографией национального грузинского танца. Лента вышла за пределы площадки. Гимнастке будет добавлена сбавка 0,3 балла за то, что она не выполнила элемент в пределах площадки. Русские субтитры создавал DimaTorzok Русские субтитры создавал DimaTorzok Сейчас прозвучит знаменитая песня «Тико-тико». Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, браво, Катюша! Как я рада за неё, как она сама рада, что сумела, выстояла и сделала своё упражнение на максимуме возможного. Элегантно, чисто, аккуратно, танцевально. Такой долгий процесс был её подготовки сразу после чемпионата России, когда многие гимнастки получили незначительный период отдыха. Катя продолжала серьёзно тренироваться, поменяла несколько музыкальных произведений для того, чтобы упражнение смотрелось максимально эффектно. И очень долго дорабатывала разные детали, выбиралось всё. И музыка, и купальник, и цвет ленты, и движения. И очень радостно, что это всё срослось, получилось. И такая красивая точка поставлена в конце финального дня универсиады. На протяжении всего упражнения Екатерина владела предметом, не давала ему жить своей жизнью, подчиняла его себе. И умница, 20,45 балла – это очень высокая оценка для упражнения с вентой. Обычно мы знаем несколько ниже уровень оценок в композициях с этим предметом. Насчёт цвета выбора ленты. Вот мы обсуждали цвет ленты у Захры на этом упражнении. Что вы скажете по поводу чёрного цвета? Это очень редкий выбор. Выбор редкий, но, видимо, он обусловлен личными предпочтениями гимнастки и тренера. Группа «Металлика». Группа «Металлика». Баллады, хорошо известные, остальные не важные. А насчёт рисунка, который очень чётко виден на светлом ковре. Ну, вы знаете, по большому счёту, каким цветом ленту не покрась, рисунок виден всегда. Вот, поэтому я бы не стала так акцентировать внимание на рисунке, который связан с цветом ленты, а просто бы акцентировала внимание на качестве рисунка. «Металлика». «Металлика» Значит, миф о том, что полосатая лента и на ней не видны огрехи в рисунке, это только миф? Ну, вы знаете, не то, что на ней не видно, на ней все... Видно точно так же, как и на однотонной ленте, просто создается впечатление более такого частого мелькания, что ли, предмета. Да, однотонная лента более четко выражает рисунок, но для опытных судей не имеет значения, какая лента. Судьи считают, выполнила ли гимнастка четыре густые спирали, четыре густые ровные змейки, четкие ли плоскости в различных кругах, не лежит ли хвост ленты на различных переводах, ловлях и так далее. Вот какая работа у судьи. Семнадцать и четыре оценка Захры и завершает финал в индивидуальной программе. Представительница Венгрии Фанни Пигницкин. Просто произведение искусства, если мы опять вернемся к предмету. Есть мастера, которые занимаются росписью? Ну, вы знаете, есть много различных мастеров, которые по-разному красят ленту, но также профессиональные изготовители предметов, чикот, сасаки, пробуют свои силы вот в таких различных экспериментах, чтобы разнообразить рисунки лент. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, дорогие друзья, можно подвести итоги. Этого последнего финала для гимнасток в индивидуальной программе. И мы видим, что лучше Екатерина Селезнева в нем не сделал упражнений никто. А она получила оценку 20,45 балла. Но нам еще надо понять, кто будет вторым, а кто третьим. Потому что представительница Украины Ева Милищук и итальянка Олеся Руссо имеют одинаковые оценки 18,7 балла. И как уже говорила Марина, сейчас по критериям, которые четко определены, первое из которых трудность, да? Нет, трудность не идет в расчет, если по трудности у гимнасток одинаковые оценки. Тогда будут смотреть их исполнительское мастерство. У кого высшая оценка за исполнение, тот и является победителем в этой дуэли. У Фани Петницкий 8 результат, 15,9. Ждем табличку. Итальянская гимнастка Олеся Руссо становится серебряным призером, Ева Милищук, бронзовым. Вот таковы результаты.